14 октября православные отметили покров Пресвятой Богородицы. Это великий осенний праздник, история которого восходит к 910 году. В этот день в Константинополе, во Влахерской церкви, где хранилась Риза Богоматери, во время богослужения ее родивый Андрей и его ученики Петафи увидели парящую в воздухе Богородицу. Она распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало – покров. Выставка посвящена покрову Пресвятой Богородицы. Съезжаются уже много лет православные люди, общаются, предлагают свою продукцию, монастыри разные. Вот наша лавка Успенского храма тоже представляет наш товар, иконочки, которые у нас есть. Но в основном это духовное общение идет. В этом году ярмарка собрала рекордное число участников. На выставку приехали представители епархии из других регионов. На каждый год проходят в эти же числа, и люди, которые приходят, они получают и духовное исцеление, и некоторые люди благодаря этой ярмарке напитываются теплом, прикладываются к святыням. Большое внимание и на ярмарке было уделено детям. Для них были организованы мастер-классы. По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в рамках просветительского форума организованы мастер-классы для деток всех возрастов. Дети на этих мастер-классах смогут изготовить открытку родителям праздничную, они смогут нарисовать пейзаж осенний, они смогут раскрасить пряник, даже смогут раскрасить витраж, заняться бисероплетением. Во время выставки работал международный фестиваль авторской духовной песни «Ковчег». Каждый год ярмарка пользуется большим вниманием горожан и гостей города. Некоторые приходят сюда не в первый раз. Несколько лет назад мы по работе, мне пришлось сюда, не пришлось с удовольствием. Мы приехали здесь, проводился день православной книги и письменности, и мы участвовали здесь. И в связи с этим пришлось, было очень интересно посмотреть вот выставку. И ну что, мы заказали здесь требы, которые вот надо заказывать об упокоении, о здравии своих родственников, близких. Потом в связи с эпидемией, несколько лет, мне кажется, здесь этого не было. Вот я узнала о том, что сегодня собралось. Вчера открытие было, и вот приехала для этого. Я приехала с области. Наверное, самая главная цель любого православного участника, который, это же православный фестиваль, подарить свою любовь к Христосу, который обогревал всех, и бедных, и богатых, как солнце светил нам. Поэтому нам надо делиться теплом, любовью, творчеством, ну, конечно же, заботой друг о друге, чтобы стать сильнее. Выставка никого не оставила равнодушным. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж.